Девушки отдыхают Любой безумной птицей разобьет твое окно Приедешь с Горбенко, блять, по судьбам разбираться Значит, мужик, выйди отсюда, сейчас ой, собственно Спустя семь лет рекорд воплощения хамства, установленный известным исполнителем, побил Азовчанин Как утверждает журналист нашей телерадиокомпании Валентина Сираж Заместитель директора электросети Николай Бурыко оскорбил и ударил ее по лицу Во время съемки сюжета о работе археологов на месте строительства частного дома по улице Толстого, 67 Руководитель, видимо, не хотел, чтобы раскопки и видеосюжеты о них осложняли стройку Мы за Черчилов, вы меня не снимали Выйдите отсюда Выйдите отсюда, приедешь с Горбенко, блять, по судьбам разбираться Значит, мужик Выйди отсюда, сейчас Азовский Беспрецедентный случай в истории азовской журналистики привлек внимание региональных СМИ В московском комсомольце прошло заседание округлого стола Камеру выключила и опустила вниз Ну вот в это время удар в левую сторону Говорить больше не о чем Вспомнить все наш корреспондент решилась только ради того, чтобы больше никому повадно не было Вот так взять и унизить человека Мне просто хотелось бы, чтобы этот чиновник получил свои два года условно, неусловно, как угодно Но чтобы другим было неповадно И вот журналисты, которые сидят рядом или находятся сейчас где-то на задании Чтобы они смело входили в любое место и знали, что их защищает 144 статья Валентина прошла медицинскую экспертизу, написала заявление в милицию Из ОВД материалы передали в мировой суд для принятия решения о возбуждении уголовного дела По статье 116 по бою Николая Бурыкина заседание круглого стола не было Его позиция неизменна, ни в чем не виноват Я разговаривал с ее мужем, она меня снимала И я закрыл рукой объектив, она руку отдернула и камера себя ударила сама Конфликт Бурыка археологи-журналисты, по словам старшего научного сотрудника музея-заповедника Андрея Масловского, длится больше трех лет Одни строят дома и не хотят, чтобы какие-то раскопки затягивали процесс Другие пытаются защитить исторические ценности Азова Конкретно с семьей Бурык мы сталкиваемся уже в шестой раз Первые два случая еще в 2002-2006 году К счастью, нам пришлось иметь дело с отцом этих братьев Человеком жестким, но все-таки вменяемым И оба раза, так сказать, на раскопках были встречены очень интересные находки Общество охраны культуры и наследия проводит собственное расследование Азов является одним из исторически значимых мест страны Любое воспрепятствование работе археологов преследуется законом В 2008 году мы уже прекращали, останавливали строительство на основании предписания по данному адресу Будет вынесено административное наказание, а уже будет рассмотрена ситуация Если это повторное нарушение, действительно то же самое лицо совершило тот же самый факт Наш закон предусматривает разницу нарушения уже за повторное производство и разрушение объекта культурного наследия Алексей Скляров считает, что конфликт гораздо серьезнее, чем его пытаются представить Мое заявление, как владельца телерадиокомпании Пульс И ее директора и главного редактора на протяжении последних 22 лет Считать это заявлением в прокуратуру о том, что для того, чтобы в надзорном порядке или как угодно Потребовать возбуждение уголовного дела по статье 144 Не обошлось без каверзных вопросов Может, если бы археологам предложили деньги, все сложилось бы иначе? У них нет таких денег, за которые бы я смог продаться Азовские археологи не продаются, как и настоящие журналисты Наверное, поэтому представителей этих двух профессий осталось так мало Единственная моя С ветром обрученная С ветром озаренная Светлая моя Зачем мне теперь заря? Звезды падают моря И срывая якоря Прочите, душа моя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин